а акции я не знаю ай снимая снимая фотографии я не знаю так и я не могу и партнерах и это в первых значит музыкой занимаясь процент чем еще что кино увлекаюсь, книжки читаю, пишу в свободное время. Но я больше по прозе. Хорошо, надеюсь. Все, хорошо, я скажу, что Аня, Ася, у нас 20 мест, у нас 20-й ребенок с детства с инвалидностью, с детства, он занимал 20-й, но он перешел в медицинский университет, он три курса заканчивал, потом что-то случилось, ушел, потом хотел к нам и вернулся в Тульский университет, он был 20-м, но он перешел в медицинский, и из коммерческой группы перешла в бюджетную группу. А потом нам, еще вслед за вами, еще дали 4 места бюджетных для коммерческих студентов. То есть на первой высшей еще 4 после этого получили бюджетные места. Вот, преподавателям потом предоставлю слово. Любовь у нас, нехорошее имя, вот, актуально для большинства. Добрый день, меня зовут Любовь Крофимова, мне 43 года. В этом году я закончила Павловский государственный колледж в городе Самара, так как я откуда являюсь и родилась там. Ну и просматривая в интернете просто все вузы, чисто случайно наткнулась на этот университет. Обратилась, дала заявку, прошла все экзамены, и я с вами. Делала шамана, давала все вступительные данные, когда я не волновалась и писала волнительные письма. А как на вас в таком возрасте? Я говорю, ну не волнуйтесь, все нормально будет. Да, и психологию я выбрала, потому что уже опыт есть за плечами, да, и постоянно девочки, и мои подружки, естественно, у всех семьи, дети задают какие-то вопросы, начинаешь их это все обсуждать. Ну, я подумала, почему бы и профессионально не научиться давать советы. Так, поэтому и был психология. А мои хобби – это, значит, боулинг, ну, так иногда, гордые лыжи и муж посадил на рыбалку. Причем рыбалка – это вообще супер. Рыбалка? Да, природа. Как вас детей не хватает? А вы знаете, у нас… Пять минут вытаскиваете, не знаю, что делать. Или интернет вытаскиваете, или что-то, что делать. У нас нет такой рыбалки, у нас постоянный клёк идет. То есть там есть твои хитрости, чтобы рыба всегда была… Тогда приглашайте первый курс, приедем, да? Пожалуйста. Я посередине скажу, что Любовь переехала в Московскую область и Самару. И пока вы слушали видео лекции, успела выйти замуж. Все мы поздравляем. Агентура мне только сегодня донесла. Вот. То есть только сегодня мне донесла агентура, что замуж вышла. Поздравляем, Эмираты. Ну вот еще одна легендарная личность, которую мы сразу тоже полюбили. Весь факультет сразу влюбился в Александра. Расскажите, на кого вы похожи? Меня зовут Александр. Все говорят, что я похож на Пушкина. Я это отрицаю очень сильно. Ну ничего страшного, вы не первый, вы не последний, вы не единственный. В общем, мне 22 года, я из Московской области. Тут буквально час до моего дома, по прямой. Ну что сказать. Ну вот я в 22 года поступаю, потому что, так же тут говорили, что после колледжа, и я после колледжа, и у меня среднее специальное образование педагогическое, поэтому со всей вот этой бумажной педагогической работой я знаком не понаслышке. Могу, наверное, заполнить любую бумажку, любой отчет и написать любую лекцию просто, наверное, с закрытыми глазами. Ну, так же увлекаюсь вот фотографией, снимаю видео, но опять же на фотоаппарат, профессиональной видеокамеры у меня нет. Это моя мечта на самом деле, иметь профессиональную видеокамеру, заниматься видео. Ну а так, стихи пишу, музыку слушаю. Да, научные статьи, вот у меня благодаря колледжу появились три публикации. Мы привыкли на психологическую тему, и две из них, вот последние, они относятся косвенно к этому вузу, потому что я узнал об этом вузе 4 года назад, когда поступал в педагогический колледж, потому что меня пригласили работать в интеграционный лагерь в Турград. Вот сегодня о нем говорили на празднике открытия. Вот, и я там был три раза, нет, два раза, и был в роли вожатого, и мне очень понравилась и атмосфера, и те знания, которые там дали, очень пригодились. То есть вы уже там работали? Да, да. И вместе с нашими студентами, да, в общем отделении? Ну, я не знаю, кто конкретно был вашим студентами, но вот... То есть практики? Ну да, по сути, да. Ну вот так, видите, как молодец. Хочу одновременно напомнить, что вы видели, наверное, объявление, что коллеги с Польши нам предлагают участвовать в международной конференции в публикации дезисов. 28 сентября мы через интернет-конференцию подключаем к Багданску университету и так далее, поэтому можно еще сегодня записаться. Просто там уже время сжат, и программа не верстает. Уже у нас 7 студентов, 8 студентов записалось на выступление на международную конференцию с публикацией дезисов. Это очень важно. Вот, поэтому мы всегда развиваем такие международные отношения. Вот воспользуйтесь такой возможностью. Очень хотелось бы. Будет четвертая публикация в зарубежном сборнике. Вот, Александра Юрьевна. Да. Да. Здравствуйте, меня зовут Александра Юрьевна. Я Гришина Александра Юрьевна. Я выбрала этот факультет, потому что, во-первых, мне интересно. Также я в школе, ну в каком-то смысле была психологом даже для учителей. Люблю петь, пишу стихи. Так, еще есть какие вопросы. Вот мама, мама преподаватель РГСУ. РГГУ. РГГУ. Можно тогда попросить несколько слов, как вот дочь выбрала специально? Ну, значит, дочь, она училась в обычной средней школе. В данном обучении. И преподаватели, значит, наверное, больше проблемы свои решали, психологические чисто с ней, нежели чем предметные. Да, поскольку, значит, ей в ней что-то заложено, в какой-то момент прожитой жизни. Вот бывает так, у Викингинга, они как-то вот уже какую-то жизнь прожили. И она, значит, с ними общалась не то что на равном языке, а на естественном специальном языке. Вот, и, значит, все хором они рекомендовали поступить на психологические факты. Ну, либо там это будет РГГУ, либо это будет РГГУ. Выбрали мы именно ваш ВУЗ, потому что, ну, учитывая особенности взрыва ребенка, зрение у нас, как он будет, по зрениям, да, нам подходит только дистанционное обучение. Поэтому мы с большим, огромным удовольствием выбрали именно ваш ВУЗ. Спасибо. Да, и ни в коем мере не жалей, наоборот. Да, больше в этом утвердились, в решении, которое мы приняли. Спасибо. Пользуясь вопросом, я скажу, что мы сейчас выполняем госконтракт с Министерством образования России. Наш ВУЗ является одним из ведущих в России по обучению студентов с инвалидностью. Мы получили большой контракт еще в прошлом году по разработке методик технологии обучения студентов с инвалидностью с использованием дистанционных технологий. В нашем университете, на нашем факультете, в прошлом семестре, 39 студентов учились из других университетов, через сетевое взаимодействие. Вот. Контракт будет, скорее, продленный на следующий год. С Челябинским университетом мы являемся лидирующими. Бауманский университет, который этим занимается, он более закрытый и не делится своими материалами, опытами и так далее. Вот. Мы открыты, и то, что мы сейчас придаем, нам это уже радует. Надеемся, что мы оправдаем ваши надежды. Хорошо? Так. Здесь родители. Так. Хорошо. Расскажите о себе, потом могут родители сказать, что думают о вас. Как зовут? Сейчас. Я волнуюсь немножко. Меня зовут Лиза Дорошенко. Мне 19 лет. Я в этом году закончила школу. И в этом году только узнала про ваш институт. Поступить в этот институт мне предложила моя учительница по-русскому языку. Психология болела с детства, наверное, класса 7-го. Мне она очень нравилась. Мне как-то было интересно узнать человека, чтобы восстановить более близкие отношения к ним. И более доверительные. Ну, так же рисую, пишу. Пятые, да? Пятые, да. Пятые, да. Птихи, песни, книгу свою собственную, если можно так назвать. Вот. Я на дни работаю. Ну, секрет подпишите, всем покажете что-то, да? У меня пока только книги и иллюстрации готовы. А про что книгу? Про девушку. Понятно. Вот. Она будет состоять из двух частей, так что работать над ней еще долго. Вы когда напишите нам, Галина? Вот. Кстати, вот Лиза тоже всегда спрашивает, не стесняется. Да, вот Лиза, вот пишет, с электронным деканатом, но кто-то не сталкивается. Поэтому откуда знать? И мы-то уже там зациклены, да? И ночью прожжет и так далее. Некоторые первый раз сталкиваются, поэтому не знают много нюансов. Галина спрашивает, а где войти в это? Вот, естественно, мы-то уже знаем, в правой верхней хоть мелко там написано и так далее. Молодец. Спрашивает, а как войти? Не могу войти, второй вопрос. Ну и так далее. И разобрала все, инструкцию посмотрела. Ну и так далее. Молодец, Лиза. Спасибо. Вот, родители, что хотели бы сказать? Ну, папа. Я папа Лизин. Ну, что я могу сказать? Я рад, что мы поступили. Я с Нового года где-то начал говорить, куда пойдем, куда пойдем. Она от меня отмахивалась и как бы не очень хотела этот момент обсуждать. А потом вот наш учительница по русскому языку сказала, «Ребята, у вас все очень хорошо по русскому языку и в плане психологии. Идите, попробуйте». Я приехал, узнал, как поступать, что, чего. Подал заявление, сдал документы, и вот мы здесь. Ну, не, а почему тебе объяснили, что мне делать? Я хотела у самого детства быть психологом. Но в одной больнице меня объяснили. Я как бы перестала... Мы очень много ездили по всяким больницам, мы и психологи с ней занимались. И один психолог ей сказал, типа, ты никогда не будешь психологом. Приговор. Да, типа того. Приговор. Все, мы очень рады. Это точно. Так, все представители, вот смотрите, видите, какие интересные, яркие личности. Сильный факультет – это, чаще всего, сильные студенты. Поэтому мы в течение года занимаемся розыском интересных абитуриентов. И Светлана в свое время активно занималась абитуриентской программой, как социальным проектом. Влад потом помогал. Потом Влад говорит, нет, на жизнь надо зарабатывать. Я-то мужчина, должен буду кормить семью. Поэтому у меня недостаточно времени заниматься. Ну, хорошо. Кормили семи будущие, пусть занимается зарабатыванием денег. Вот Светлана занималась абитуриентской программой. И мы как раз очень важная тема. И мы хотим вас попросить, чтобы вы в течение года тоже искали интересных людей, к нам прилетали, подготовили программу, которая бесплатно. Об этом будем говорить и могли бы участвовать. Вот, Светлана, расскажите немножко о себе. Кстати, вот Светлана Цыганцова, Светлана, вот из старших курсов сегодня одна была там в аудитории. Я старшим курсом запретил приезжать. Говорю, нет, не приезжайте, мне там не хватит. Вот первый курс, да, а старший нет. Говорю, смотрите трансляцию. Светлана, это наш характер, молодец, приехала. И Светлана всегда первая. Конференция идет, все только подтягиваются, Светлана уже первой сидит и ждет. Перерыв. Все ходят, кофе пьют и так далее. А папы, как всегда, через задние двери входят и так далее. Светлана первой сидит уже и так далее. Светлана сама двигается в Москве на коляске. На коляске. Я приведу одну ситуацию, Светлана я вам рассказывала. Когда мы пошли в маленький театр, да, вот. После театра уже было по 11 ночи, ехали домой. Вот, мы едем домой, а Светлана говорит, ну, сама передвигается. А там лестницы все, вот это метро, Октябрьская, да, нету? Это было добрынство, это не Света было. Нет, это Светлана. И мы едем, и Светлана, мы на лифте, не на лифте, вот, эскалатором спускаемся. Вот, и она вот, и Светлана так крепко держится, что, представляете, вот это, когда самостоятельно надо. И вот, если она увидела, увидев это, говорит, а как Светлана вот так едет? Говорит, как на фоне вот подвигов Светланы, наши все полячки, это ничто. Правильно? Когда увидела, вот героический подвиг, как Светлана сама передвигается по метро и так далее. Никого не просто, ну, метро там попросит, но никогда каких-то машин, суд, такси нет. Светлана, это одно, а поискала, правильно, Светлана? Когда первый раз с ней поехала, я его опишу, что у меня есть. Да, да, вот Светлана, я думаю, как-то не пропустила. Светлана, расскажите про битурецкую немножко программу, а потом сделай пять минут перерыв, или как, просто, смотрите, мы заварили еще это, и потом старшие курсы уже не могут больше молчать, как говорят, поэтому они расскажут, как они учатся, потом мы должны 14-30. там, 14-25 делать перерыв, и в 14-40 у нас начнется учебное занятие, которое Семен Ильич будет рассказывать в ассоциационном деканале через проект Аликарш, да? Ну, подождите, ну, кто сможет, мы здесь интернет, дальше будем продолжим, но там должны первые выше подойти, кто-то из первого выше. У кого будет хватать сил, у кого будет хватать сил, остаемся, а если нет, то еще книги надо поставить. Вот еще, чтобы не забыть, смотри, у нас есть разные формы тачи-зачи-зачи-зачи. Мы не любим дистанционную форму тачи. Раньше практиковали, когда студент выходит в интернет, получает через систему контроля вопрос, в течение час отвечает, открывает. Что мы получали? Копирует, отправляет, отправляет. Никакого учебы нет. Поэтому мы отказываемся от дистанционной формы тачи. То есть те студенты, которые могут уйти в университет самостоятельно, нет необходимости нанимать социальной такси, приходят самостоятельно и дают экзамены глаза в глаза преподавать. Это главное. Второе. Студенты на коляске, которые не могут вовремя приехать, там социальная почти, да, трудности передвижения, родители не могут сопровождать. Мы разрешаем для вас дистанционно, но в онлайн режиме, как интернет-конференция есть, да. Вот, вы выходите, преподаватель, и вы тогда отвечаете преподавателю в таком формате. И только в крайнем случае, когда проблема личи, проблема личи у нас, где-то у нас студентка, где-то у нас немножко проблема, вот, у нас три студента на покупке, где-то проблема личи. Только тогда разрешаем дистанционно сдаваться. То есть, вы заходите, вот, ночью получаете экзаменационный билет, полчаса отвечаете, дальше автоматически отправляется работа экзаменационный дистанционный. Ну, это решение. Для того, чтобы, для того, чтобы получить онлайн, вот, это, общественно-конференцию сдачи, нужно писать каждый дистанционный дистанционный дистанционный. Мы написали вот здесь форму, где нужно только как образец. Вот. Вам нужно будет писать... Там несколько образцов. Вот. То есть, мы даем образцы, а вы по этим образцам потом напишете заявление на то, чтобы дистанционно сдавать. Потом мы каждого рассматриваем. Онлайн. Онлайн. То есть, в онлайн варианте, дистанционно онлайн, но вот в реальном времени. В реальном времени. Вот. Для этого нужно будет написать заявление. Ну, напомните, сейчас так там мы... Паплин, пошли, давайте, наверное, старшие кусты сейчас, да? Давайте... Не-не-не. Чего? Да. Начнем с 5-го куста, наверное, с старши. Светлана начинает рассказывать. Хорошо. Меня зовут Светлана Цыконкова. Я студентка 5-го курса. И у нас такой вопрос есть. Поиск студентов для обучения на нашем факультете. В первую очередь, конечно, мы говорим о студентах с ОВЗ. И очень многие об этом говорили. Многие пришли сюда после личного общения с Брони Броничем. Я, в общем-то, тоже так сюда пришла. Я была на мероприятии в центре России. И Бронич Бронич рассказывал об нашем университете. И мы, когда занимались этим проектом, так получилось, что мы все три человека были на колясках. То есть, мы рассылали письма по школам, по школам-интернатам. Но мы столкнулись с тем, что очень часто школы, например, меняют адреса. И, как бы, такая информация, она разошлась, что как-то непонятно, кто-то услышал, не услышал, еще что-то. То есть, больше людей приходит, когда они лично с кем-то пообщались, кто учится. Или кто, как Бронич Бронич, ездил по мероприятиям и рассказывал. Очень многие сначала хотят, а потом, когда услышат, что надо сдавать экзамены, русский, математику, биологию, они очень пугаются этих слов. Экзамены, особенно часто боятся математики. То есть, для того, чтобы привлекать новых абитуриентов, очень важно лично рассказывать об этом в нашем университете. И в том числе о том, что у нас есть бесплатная подготовительная программа. То есть, те, кто захочет прийти, у нас идет... Иногда это ведут студенты платных курсов, эти занятия. Иногда даже наши студенты. Вот у нас одна из колясочниц нашей в Зеленограде живет Оля Качула. Она взяла занятия по русскому языку. Ну, точнее, помогала вести преподаватель. Да, помогала вести, да. Аспиранту другого вуза. То есть, можно рассказывать, что есть такая бесплатная подготовительная программа. Очень часто вот некоторые говорят, ой, мне там больше 35, меня, наверное, не возьмут. Тоже как бы это дистанционное обучение, и тут возраст не важен. Я, например, поступала, я поступала в 37 лет, и с удивлением, когда поступила, узнала, что я, в общем-то, не самая старшая в группе. Вот. И очень многие, кто с нами куда-то ездил, как сопровождающие родители, они потом думают, боже, почему я вообще только ребенка прислал, надо было мне тоже туда поступать, это так интересно. Вот. И у нас много бывает интересных конференций, не только нашего факультета, но и других факультетов. Например, вот в январе и феврале бывает конференция по сказкотерапии, очень интересная. То есть, конференция, например, два дня, там с 10 до 6, много психологов со всей Москвы, они проводят свои какие-то тренинги, мастер-классы. То есть, это очень интересно все посмотреть, поучаствовать, и как бы можно чему-то научиться. Единственное, что, конечно, для колясочников проблема, когда вот нужна практика. Вот это для нас, наверное, самая большая проблема, потому что даже вот в Московской психологической службе, которая есть, я вот когда попыталась поехать, у меня в районе второй этаж без лифта, потом нас с университета повезли в центральную службу, там третий этаж без лифта. То есть, вот проблема возникает с практикой, и мы даже, вот Бронис Бронис познакомился в Зеленограде, с реабилитационным центром, и чтобы нас обеспечить практикой, мы договорились, что мы туда как бы ложимся на месяц, и мы проводим занятия с теми инвалидами, которые приходят на день. То есть, тренинги проводили, вот у нас Ира Садогурская проводила там занятия на релаксацию, по тренингам, еще там некоторые студенты, то есть мы это потом засчитали как практику. Вот, но в принципе, если у вас есть возможность где-то рядом с домом договориться, там в садике, в школе, еще где-то в социальном центре, то тоже иногда идут навстречу. У нас Галя Ходорковская, она в своем районном отделе социальное обеспечение, она, значит, проводила для курсовой работы исследования, взаимосвязи творчества и влияние на самочувствие в пожилом возрасте, и, в общем-то, ей пошли навстречу, она тоже там занималась с людьми, они были очень довольны. Так что у нас учиться очень интересно, иногда даже как бы не хватает сил, когда приходит, он может туда поехать, туда-туда, и в другой раз думаю, что я хочу, но я уже не поеду, потому что у меня сил нет. Вот, и мы ездили в Петербург, ну, по-моему, на первом или втором курсе, да, мы поехали в автобусе, вот, и жили там в гостинице, ездили по экскурсиям на этом же автобусе, и там молодой человек с коммерческого отделения, он помогал нам, он меня вез, случайно получилось, что он так ударил колесами передними от татуара, бордюр крепко, у меня сломалось колесо. Указанцы на соборе. Да, указанцы. Вот, и вернулись, и мы еще ездили на третьем, по-моему, курсе, мы ездили на озеро. Ну, там мы и мосты разводили ночью, по часу ночи, да. Это на лодочке каталась. На лодочке, а то на лодочке, на теплоходе, да? А то, подумать, лодочка просто. Нет, на теплоходе каталась и так далее. Да, и мы еще же ездили на озеро, на Селегер, на Селегер мы ездили, то есть мы жили в палатках на территории, вообще-то это заповедная территория, но туда приглашают несколько молодежных организаций, дети, подростки, они там занимаются как бы экологией, они помогают поддерживать в порядке этот заповедник. И в том числе брали нас, мы там жили в палатках, вот, тоже они потом приходили, помогали нас покатать там на байдарках, вот, то есть достаточно активная, интересная жизнь. Четыре наших студента на колясках были, восемь лет в колясках, представляете, вот, четыре на коляске, мы десять дней где-то, неделя была, да? Нет, шесть дней. Первый раз, мы вот первый раз. Ну, я была первый раз. Да, первый раз, шесть дней, вот, четыре на коляске, мы кастры сжигали, мы там шашлыки делали, что-то. И кого вы откормили? Ну, кого вы откормили. Их тоже надо кормить. Нет, ну, и у нас еще был проект, я сейчас не знаю, будет он продолжался, посещение Третьяковской галереи, то есть мы раз в месяц приходили в Третьяковскую галерею, и в день, когда она для всех других закрыта, мы туда приходим, и нам проводили, ну, такие ознакомительные, лекции, показывали разные картины, рассказывали, там, какие-то интересные моменты про них. То есть каждый месяц по одной экскурсии под нас купили стульчики, мы берем стульчики, сядем, 15.07, смотрим вокруг картины, передвигались дальше, смотрим. И так мы каждый месяц шли на такие экскурсии в течение трех лет. А сейчас уже там занятия начинаем проводить по психологии восприятия. Есть тема психология восприятия, психология личности, как художники изображают картины, а так мы их воспринимаем. Смотрим автопортреты, обсуждаем и так далее. Это очень интересно вот такое. То есть вот весной начали такие циклы занятий. Да, и еще у нас есть такое правило, что рано помогает рано. То есть у нас есть лектория для родителей. Когда приходят родители, и там психологи нашего университета какие-то занятия с ними проводят. Студент помогает студенту. Ну, надо сказать, что некоторые так как-то воспринимают иногда пристрастно. То есть они там, когда Бронис Бронис говорит, обращайтесь к старшим, они вам помогут. Они говорят, пришлите работу, меняют титул, посылают преподавателям. Сразу хочу сказать, что это не получится, потому что преподаватели сами дают эти задания, сами их проверяют, сохраняют в архиве. То есть как бы так сделать не получится. Вот, но с другой стороны, у нас, например, в группе есть мальчик Дима Иванов. Он тоже колясочник, но он хорошо разбирался в компьютере. Вот когда у нас в группе кто-то там возникали проблемы по компьютеру, мы обычно там вопили караул, и Дима нам там присылал какие-то, даже видеосюжеты снимал, сам записывал, как что-то сделать, как куда войти там, и так далее. То есть такая взаимопомощь, она все равно есть между студентами. Вот, но это, конечно, нам очень повезло, мы ездили еще в лесную школу. Это такой детский санаторий, там обычно дети приезжают где-то на полтора месяца. Но несколько раз нас там добрали на каникулы. То есть это было два-три дня осенью, и там дней пять-шесть весенние каникулы, и в это время наши преподаватели приглашали. Ну, во-первых, сами нам что-то интересное рассказывали, тренировки проводили, а во-вторых, приглашали много интересных психологов из других областей. Но потом, к сожалению, по-моему, как-то этот санаторий съели, по-моему, вот, и мы туда... Прихватили? Да. Мы туда теперь, к сожалению, не ездим. Да, вот. Но мы ищем все равно такую возможность. Вот для коммерческих студентов она есть, но там, к сожалению, нет условий для колясок. Кстати, вспоминая вот наши лагерные поездки, значит, первое, очень интересно было, когда в 15 колясок в 11 ночи, когда у нас танцы, да, и Перчик поет и заводит, да, в 11 ночи мы устраиваемся в 15 колясок, в круг, танцуем, там другой еле сам ходит на балке, другого тащим, это что-то. Вот, это дальше наши студенты шли в жилой комплекс, и дальше до трех, до пяти, кто как, за рюмкой чая сидели, общались, гитары, это что-то, вот, такое общение, которое было, вот, именно основная жизнь, это была ночью, да? Ну, да, и ночь тоже. Вот, и ночью тоже была. Ну, Светлана может много рассказывать, мы обязательно будем обсуждать нашу жизнь, да, вот, рассказывать, потому что важно, чтобы вы тоже включали свету жизнь. Спасибо, Светлана. Я смотрю, Наталья, сейчас, Наталья Жукова хотела по-английски уйти, я сказала, нет, это выходящая энциклопедия. Это студентка наша сейчас по искусствам, третий курс пока, да? Да, значит, пошли в Тетяковскую галерею, смотрели выставку Гончарова, провели официальную часть экскурсии, и так далее, уже надо расходиться, Наталья говорит, если есть время, подождите пять минут. Ну, подстали. И когда Наталья начала рассказывать про эту выставку своими глазами и так далее, то это что-то, Наталья так хорошо ориентируется, сама может вести, и даже излагая собственную точку зрения, не знаю, больше, может быть, иногда, тоже экскурсоводы, вот в художестве. И мы просим, чтобы вот это направили, но оказалось, что не только в художестве, очень интересуется нейробиология, нейрофизиология, работа мозга и так далее, вот начитано настолько, вот по этой проблематике, это что-то, вот, поэтому не знаем, куда поведет вас культ. Хорошо, подержите. Скажите вот о себе, коротко о своем образовании. Я не столько о себе, вы обо мне столько рассказали, я себе этого не знала. Нет, я буду на повод сказать. Спасибо. Хорошо. Я просто хочу пожелать вам, ребята, что у нас прекрасный преподавательский состав, и вообще в МГУ, наверное, вы знаете, преподают ведущие ученые комплекса нейронаук, которые входят в психологию. И когда у вас будут идти интереснейшие, то это несложно, это не беном Ньютона предметы, ничего особо, это не высшая математика, особых трудностей нет, но вам будет непонятно, не стесняйтесь спрашивать, не стесняйтесь быть пичемучками. Наоборот, это представит вас как искренних, желающих знать, понять суть, а не механически выучить, сометтировать, выбрить предмет людей. Потому что к жизни мы никого не обманем, так, как мы можем обмануть себя. Не бойтесь, как мне сказали студенты, мы боимся ступить. Не бойтесь ступить. Преподаватели очень любят вопросы. И вы сами не будете переживать, что вы что-то не понимаете. Все выучили, но ничего не понимаете. И я еще хотела сказать, что три года назад умер одна из наших родителей гордостей академик Катейстов. И вот он сказал по поводу высшего образования, что сейчас, пожалуй, это важно, как у молодежи, у него молодежь, образование. И если образование в 21 веке, это научить человека самостоятельно аналитический думок. Научить, учиться. А предмет психологии помогает научить, учиться, как он какой-то другой. Я вам думаю, а интересные учебы? Ну вот Наталья мне очень часто присылает ссылки на всякие научные конференции, мероприятия. Это интересно, действительно, неповерхностное, чуть более углубленное изучение. Пожалуйста, обращайтесь, я буду с вами удивиться. Потому что, например, две недели назад в Кавловкин-центре на Красной Пресине была публичная лекция выдающая Российского ученого, нейрофизиолога Павла Славовича Балабана, которая была посвящена моей теме, память. забывания. В начале лета была замечательная лекция, тоже публичная в Музее биологическом Мирязева. Константин Владимирович Анухин, это внук Страха Кузьмича. Его теорию функционального системы вообще должны знать, он же бок. Пока не пугайтесь. Я пошутила. Там иностранец выступал, приезжал. Да, так что, если кого-то действительно, ну, на более серьезно, не на стратном уровне психологии будут не присутствовать какие-то вопросы, я вам советую посещать публичные лекции в Матышевской Ютьюбе современного уровня нейронаук лекции. Наталья, вы курируете это направление, нам подсказываете, куда идти, вы хорошо знаете. Вот это Наталья, входящая энциклопедия у нас. У нас еще Фанасова Ирина, входящая энциклопедия и так далее, но с ней потом. Вот, Джабарова Оксана. Оксана является руководителем общественной организации в нашем университете четыре года подряд проходили форумы по Дюссельдорфу, связанные с молодежным обменом и так далее. Мы катались в Дюссельдорф, изучали недельный опыт там в октябре. Немцы приезжали сюда в течение там четырех, трех, четырех лет. И когда недавно избрали нового мэра города Дюссельдорфа, он приезжал у нас в мае в Россию на выставку интеграция. И когда составляли программу, ему сказали, что было такое мероприятие, когда обменивали. Он говорит, я хочу узнать об этом подробнее. Немцы сказали, тогда мы едем в МГППУ. Наши студенты есть ли мы здесь всегда принимали немецкую делегацию. Так, мэр немецкой всей делегации в сопровождении правительства Москвы приезжал в наш университет. Оксана выступала и вот в конце Оксана не дала дорогу выйти. Очень интересно. Я начну с приветствия. Первый курс вы молодцы. В общем, вы попали в нужное место, в нужный час. Вы знаете, преподавательский состав, руководство доконатов, потрясающие люди. При этом совершенно, вы знаете, мы общаемся на одном уровне. Да, у нас поменьше знаний, но мы стремимся получить больше. Сейчас присутствует преподаватель Елена Витальевна, культурология, философия. Вы знаете, да, я передам. Вы знаете, ну, потрясающее вообще какая-то посещение лекций, семинаров доставляет такое огромное удовольствие. Но моя личная рекомендация, ребята, не стесняйтесь, работайте на семинарах, да, Елена Витальевна, потому что в дальнейшем возможно получение автомата. Вы знаете, в общем-то, не только для автомата, но и для знаний. И вот, вы знаете, как-то на первом курсе, когда начиналась учеба, есть стеснение многих ребят. Но потом активность, работа. И когда уже подходит экзаменационная зачетная сессия, ты понимаешь, что у тебя практически все автоматы. И думаешь, боже мой, не зря я струдился. И, в общем-то, не только, да, как сказать, знаний, но и, в общем, такой эффективный, я бы сказала, менеджмент, да, для удачного, там, как сказать, удачной концовки для семестра. Но касаемо... Я подскажу, то, посмотрите, у вас будет очень много учебных занятий. Для того, чтобы стимулировать вашу подготовку к учебным занятиям, мы говорим, если вы все выполняете, посещаете все занятия и так далее, то зачет вы можете получить автоматом. Зачет, не экзамен. Вот, экзамен вы можете в облегченном стопе, если преподаватель вас знает, он может учесть в вашу трудолюбие и так далее. На экзамен надо давать. Но зачет вы можете получить автоматом, если в течение семестра много работы. и много работаем научные практические конференции. Они практически раз семестра проходят. Потрясающее мероприятие. И у нас оно проходило весной, где было предложено нам студентам, нашей небольшой команде, составить проект по инклюзии. Инклюзия – это включающее обучение для детей, имеющих проблемы со здоровьем. Это совместно с условно-здоровыми идет объединение и образовательный процесс успешный. Нам было предложено составить план проекта. Мы успешно его реализовали. В восторге были педагоги, психологи. И Елена Васильевна, которая присутствовала, Горова, преподаватель возрастной психологии, профессор, она видела наши выступления. В дальнейшем, когда у нас проходили занятия, она говорила, так, я видела, кто выступал, я потрясена, неужели это мои студенты? Она здесь интернет подсматривала, трансляцию. А потом она была очна, была Елена Витальевна, да, была Марина Геннадьевна, она говорит, я была потрясена, неужели это вы? И вы знаете, действительно был эффект. В общем-то, такое, сказать, я была прожена, но с таким уважением, и нас воспринимают уже как профессионалов, несмотря на то, что мы были, так сказать, ну, пока идем медленно, но верно к завершению. И далее, конечно, доступная среда, это очень важно, имеющие проблемы со здоровьем люди, мы, как бы, так сказать, ограничены в своих действиях. Враждебная среда, которая медленно, но постепенно, она реализуется, но при этом мы знаем, недоступный транспорт, недоступные социальные учреждения, и для нас это очень важно. Поэтому вот сотрудничество непосредственно, да, с Германией, именно городом Дюссельдорф, побратимые города, и наш университет сотрудничает с данным городом, и посещение выставки для людей, имеющих проблемы со здоровьем, то есть, да, выставка, она интеграция, показывает все последние какие-то технологии, которые можно применять в дальнейшем. И вы знаете, я хочу сказать, доступная среда, это не просто физический доступ, да, это реализация наших возможностей, реализация это своего рода свобода человека, продвижение в пространстве и мысли. То есть, в дальнейшем психология это тоже какая-то такая совокупность философии, и понимание, когда ты можешь выйти из дома и пройти маршрут от дома до определенного социального объекта, и это ты сделал самостоятельно, действительно, не только нужно мечтать, но нужно это реализовывать. Мы реализовываем, мы с нашим проектом, мы бываем на различных заседаниях в общественной палате, в Государственной думе, конечно, все это сложно, конечно, приходится каким-то образом доносить до чиновников, что это важно, и, то есть, имея ограниченные возможности, это не значит, что ты какой-то не такой, как все. Люди бывают светловолосые, голубоглазые, и мы тоже претендуем на место под солнцем, то есть, мы хотим активно жить, мы хотим дышать, мы хотим творить, и мы стараемся реализовать для того, чтобы, в общем-то, наша жизнь была прекрасна, а на факультете, на нашем есть все возможности, дистанционное обучение, действительно, оно дает возможность. Онлайн-конференции, и при этом можно посещать аудиторию, социализаторы, личности, этого никто не отменял, адаптация, то есть, общение, пожалуйста, есть возможность, приезжайте, общайтесь, помогайте друг другу, таким образом, мы достигнем действительно очень серьезных успехов в такой науке, как психология. А психология, это есть общение, это есть познай не только других, но познай себя, начни с себя во всех вопросах. В общем, собственно, хотел сказать и большое спасибо, и низкий поклон Бронису Броничу, декану конкурсета, поддержка, локомотив, который прет без установки, а мы за ним, действительно, это так, преподавателям, кураторам, низкий поклон, и я надеюсь, вы вольете в наш коллектив, уже влились, поздравления искренние. Ребята, студенческий билет, он настолько дорог, у меня лично, это первое высшее образование, у меня семья, у меня двое детей, я, в общем, человек, который, как бы, не успел закончить и получить. Сейчас я настолько рада, что я здесь, и в психологии, совершенно, как бы, не то, что случайно, я стремилась к этому, помочь человеку в трудную минуту, в трудную жизненную ситуацию, для меня это важно. И совершенно случайно я увидела на почте в общественной организации, в которой я работаю, предложение поступления на факультет, дистанционное обучение. Я прошла подготовительные курсы, успешно сдала экзамены, прошла собеседование, а сейчас я понимаю, что год за годом, приобретая знания, я чувствую, что это настолько мне необходимо не на житейском уровне, а на профессиональном, помочь человеку. Это так важно в наше время. Вот, собственно, и все. Низкий поклон всем присутствующим, что вы здесь. И вообще нужно любить близких, родных, вообще людей. И все получится в этой жизни. Я благодарна вам всем. Спасибо. Вот, пока не выходите. Вот видите, какие у нас студенты? Один, второй, третий, так свободно говорят, как умеют, и так далее. Это наши студенты. Мы гордимся, много таких студентов. Я хочу вспомнить одну ситуацию. Помните, Светан, мы поехали на конференцию, вы в гуманитарный университет, Шолохово, да, пятером, на колясках. Все на колясках, да? Вот, а там был пятый курс, четвертый, пятый сих дневного отделения. Начали выступать. Вот наши пятеро выступали без шпаргалок, так складно. Студенты дневного отделения краснеют, белеют, не знают, как выразить свою мысль, как сказать, вообще, как полубики какие. Я смотрел, удивлялся. Наши красавцы, как говорит мне, времени не хватает, чтобы высказать. Да, Борис Борисович, а помните в РГГУ фестиваль, когда мы поступили на первый курс, и принимала участие непосредственно я и Дарья Втарыгина. И у нас был проект, и мы выступали с презентацией. На интерактивной работе. Да, да, просто в восторге были, мы получили дипломы, не ожидая того. Действительно, мы затронули как раз важную тему доступной среды и адаптации, и статализации людей, имеющих проблемы со здоровьем, то есть наше общение. И мы произвели, по-моему, фурор, по окончании фестиваля нас окружали, задавали вопросы. Каким образом? И порой даже задавали вопросы мне лично, а вы преподаете в ВУЗе? Я говорила о том, что я только учусь. И, собственно, на конференции психологической, когда мы познакомились с коллегами из Калининграда, тоже нам задавали вопросы, и они поражались. Неужели вы здесь учитесь? Да, на каком факультете вы преподаете? А мы как раз освещали очень важную тему инклюзии. И действительно, эта тема мне близка и интересна. И когда это было освещено на профессиональном уровне, конечно, были поражены. Поэтому я хочу сказать, здесь какой-то такой определенный дается допинг, и нет вот этого сдерживающего фактора. Ты просто делаешь то, что ты хочешь сделать. И вот сейчас, как доброизбращение, я вам приезжала до Канад, когда по поводу лета, я спрашиваю, вот четвертый курс, а дальше что? Бронисович говорит, а дальше магистратура и, возможно, будет дистанционное обучение. Поэтому мы вам желаем, чтобы в дальнейшем эта реализация плана была действительно в реальности. Мы откроем магистратуру с использованием дистанционной технологии, потому что ряд наших студентов хотят продолжить образование. Они не могут приезжать на очную форму или вечернюю форму, как сейчас есть. Вот. И уже заканчивая наш интервью, такое хочу сказать, что у нас есть подарок для вас. С сентября НИСМА будет вести вам курсы по мысли и технике и будет вести по психологии. То есть по воскресеньям программа выходного дня, там очень сильные металлогические средства, как развивать мышление и так далее. Вы влюбились там, Квачкова, еще вот уже команда, которые тогда участвовали. Мы уже договорились, с ректором встречались, он с сентября начинает вести, сейчас из Томска вернется, начнет вести вам по воскресеньям свой курс. Будем все транслировать. Это очень классный курс, можно только мешать. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Оксана. Вот видите, наши студенты. Оксана несколько раз заслала от Сына Елену Витальевну, нашу любимую преподавателю. Елена Витальевна, где участвует. Я просто информацию проявляю, что у нас торжественное открытие. Ну, приходите. Елена Витальевна, получила сообщение, пришла. Пришла к нам и так далее. Елена Витальевна, вам несколько слов, есть опыта, ощущения преподавания. Дорогие студенты, коллеги, Бронис Броневич, я, как и любой преподаватель нашего вуза, конечно, преподаю на разных факультетах, но с большой радостью отмечаю День знаний именно с факультетом дистанционного обучения, поскольку этот факультет воистину единственный в своем роде. Только здесь декан по-отечески разливает гостям чай, а куратора представляют, как вторую маму. Эти люди всю душу отдают друг другу, студенты, преподавателям, сотрудники, студентам. И я понимаю, не случайно же в психологии есть наука о душе, но хочу вам напомнить также и перевод в психологии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!